Продолжение следует... Пришла пора и этим юношам встать под знамена советской армии. Служить им в войсках особых, воздушно-десантных. Им предстоит два года серьезно, напряженно, неуклонно овладевать военным делом, как учил Ленин. Поначалу все непривычно. Строй, форма, требовательные командиры. Скоро это чувство пройдет. Рота станет семьей. Появятся товарищи. И самым неразлучным другом станет парашют. Полюбить парашют. Поверить в него. Вот задача. Пеленать бережно, ласково. Но делать это рукой крепкой. Горный лагерь подразделений. Новички и опытные солдаты вместе. В строю их не различишь. Но в деле они еще разные. Старший лейтенант Леонид Хабаров. У него первый разряд по семи видам спорта. Надежность узла. Надежность снаряжения. Надежность руки друга. Твоя надежность тоже. Ведь преодолеть пропасть, значит, прежде всего, преодолеть что-то в себе. На другом ее краю ты и сам уже другой. Смелее, увереннее. Такая уж эта профессия, офицер. Наставлять, учить, требовать. Но как хорошо, когда вдруг поймешь, что это твой старший товарищ, с которым бывает так важно потолковать по душам. Короткий отдых и опять за работу. Опять на полную скорость запущена стремительная горная карусель. Только пылают на руках презентовые рукавицы. Но с каждым прыжком земля вроде поближе. Води первые и другие. и естественный шаг человека к невесомости. Привычные стихии космонавтов и парашютистов. Непреклонная четкость, напряженный ритм военных будней выковывают десантника. На плечах этих девятнадцатилетних ребят лежит голубыми погонами отцвет неба. Значит, плечи должны быть широкими, крепкими. Но сила не все. Силу надо переплавить в умения. Управлять парашютом. Чувствовать стропы, как свои нервы. Все элементы прыжка отрабатываются на снарядах и тренажерах. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Мощный вентилятор гонит с земли струю воздуха. Непрерывно управляя парашютом, можно долго держаться в восходящем потоке. Это уже мастерство. Умение не боится, а требует проверки. Настал день. Роздан сухой паёк. Тихо стало в военном городке. Аэродром. Отсюда трасса ведёт в воздушный океан. И он то тенором, то басом гудит призывно, как орган. И тем, что в мире тихо ныне. И небосвод над нами синий. Чуть-чуть обязаны мы все в бетонной взлётной полосе. Бондаренко. До службы столяр. 21 прыжок. Хакимзянов. Мечтатив. Любит стихи. Туркин. В армии после десятилетки. Новичок. Гусев. Военная косточка. Собирается в училище. Кандидат партии. Такие разные ребята. Весёлые и сдержанные. Общительные и замкнутые. Боксёры и шахматисты. Физики и лирики. Это теперь они вроде бы одинаковые. А снимут форму. Станут строители, садоводы, металисты, историки, врачи. Но какими бы разными ни были, в эти минуты в мыслях у всех одно предстоящий прыжок. Ведь это неправда, что прыгать не страшно. Взлетаю, уже не мираж. Взлечу над полями, как птица. И будут сейчас этажи прозрачных небес громоздиться. Недаром я в небо взлетел. Ты жди, ты ж такое умела. Мне нужно шагнуть за предел, чтоб не было жизни предела. Для десантника прыжок не венец, а начало работы. Самолет, парашют, доставили его в тыл противника. Грузовые парашютные системы обеспечили техникой, боеприпасами, продовольствием. Теперь-то все и начинается. Из Рязанщины, с Урала, с Поволжья, из разных мест нашей большой страны приехали сюда ребята, чтобы учиться беречь каждую пять родной земли. и эти пески тоже. Металл отдыхает, разведка устала. Партийное дело не знает привала. Шинели расстелим, ко сну приготовясь. Не знает отбоя партийная совесть. Спокойно и твердо, тепло и сурово звучит неустанно партийное слово. В белесом мареве пустыне человеку кажется, что солнце растеклось по небу. Бывает, люди попадают в беду, начинают кружить, возвращаясь на свой же след. Но точно по азимуту шла высланная Хабаровым разведка. Вот она, цель поиска. Координаты уточнены. Местоположение ракеты сообщено в штаб. О группе новый приказ. Снова марш-бросок через раскаленные километры. Ритм, слитность строя, дыхание товарища. Вот что придает силы, когда свои на исходе. Но порой сердце бьется так, будто его удары слышны на всю пустыню. Прямо с марша в бой. Для десантника это правильный. В совершенстве владеть всеми видами стрелкового оружия, отечественного и трофея. Меткость глаза, твердость руки. В любой ситуации холодная трезвость расчета. А если нет оружия? Кончились боеприпасы или нельзя нарушить тишину? Днем и ночью, с оружием и без него, десантник должен одолеть врага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Отдых, учеба и то и другое сразу. Соревнования по разборке и сборке автоматов слепуют. Но пальцы будут помнить каждый выступ, каждый желобок затвора. Однако есть в распорядке дня непреложное время, когда оружие остается в пирамидах. «Как живешь, сын? Здоровлю! Так ждем твоих писем, а они короткие». «Бывают ли свободные минутки?» Мать интересуется, что прочитал ты за последнее время. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не смогут двинуться в наступление крупные силы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выйти к ущелью нужно с той стороны, откуда противник не ждет. Нужно подойти к ущелью не позже, но и не раньше, а в назначенный срок. Удар должен быть острым, коротким и точным, как парализующий укол сплетения нервов. Конечно, легче было бы напасть под покровом темноты, но приказ не приложен. Атака с рассветом. Продолжение следует... Подбрось меня, атака горячо. Я словно птица, горы за спиной. Продолжение следует... 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 За смелые и решительные действия на учениях объявляю благодарность. Служим советским! 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 Служим советским!